Всем огромный привет! С возвращением на мой канал Сила Рода. Меня зовут Ирина. Сегодня я делаю для вас расклад в продолжении, после предыдущего расклада, какое преступление совершил против вас этот мужчина. Сегодня смотрим, что же его ожидает впоследствии вот тех преступлений, которые он против вас совершил. И для начала давайте кратко, кто еще это видео не смотрел, кратко обрисуем, какие же преступления он совершил против вас. Вспомним. Еще раз пройдемся коротко. Злобный гоблин показывают. В принципе, заносчивый. Заносчивый. Сейчас столько мыслей уголовируется. Какой-то, знаете, вот он любит какие-то издевки, поддевки, шуточки какие-то циничные. Подколоть, уколоть. Но причем и в свой адрес он такого не терпит. Он может посмеяться в ответ или может промолчать, как минимум, но он это запомнит. И он обязательно отомстит. Мстливый. Циничный. Завистливый. Какой-то мелкий, знаете, тщедушная душонка у него. Тщедушный человек. Мелкая душонка. Вот такой вот. Он не мыслит какими-то большими категориями. Он не мыслит большими масштабами. А так вот по мелкому. Все вот как-то подешевле где-то смотрит. Что где-то сэкономить. Акции какие-то там, где бесплатно. Вот таким образом. Ну, а при этом чужие деньги считает. А за сколько ты это купила? Ой, ну это все понты. Можно было. Это все понты для приезжих. А зачем тебе кожаная сумка? Это все понты. Можно с обычной ходить вполне. Ну, то есть он обесценивает чужие заслуги. Например, да, если это был ваш мужчина. Ну, не если это был. Это же мы же смотрим о вебшем. Может, для кого-то это еще и теперешнее. Обесценивает ваши заслуги. То есть если вы заработали деньги. Это ваши деньги, да. Вы имеете право купить все, что вы хотите. Там понты, не понты. Какая разница? Если вы, например, любите кожаные вещи. Но это о качестве, да. Это о качестве. Эта вещь будет дольше служить. Ну, вот я, например, люблю кожаные вещи. Обувь кожаная, чтобы было сумки кожаные. Но он будет говорить, ой, ну это понты. Зачем? Зачем втридорого переплачивать, если точно такую можно купить из кожзаменителя, кожзама. То есть будет обесценивать. Ну и так далее. Деньги чужие очень хорошо считают. Мысливый, да, я говорила. Ну, то есть все какие-то такие качества, знаете, негативные. Жадность, сплетничает. Допустим, у вас что-то выпытывает, выпытывает. Вроде бы у вас происходит такой душевный разговор. Вы ему открылись, доверились, рассказали о себе, о своем прошлом. Допустим, возможно, о вашей ситуации с родителями. Или какие у вас отношения с братьями, сестрами, с детьми. Он это вроде бы слушает и вроде бы и поддерживает вас. Но он это все себе мотает на ус, чтобы что? Правильно, чтобы в подходящий момент всю эту информацию использовать против вас. Ударить же этой же информацией. Ну, например, сказать, ой, ну раз у тебя ни с кем не складывается отношение, ну, значит, это ты такая хорошая. Да, и с родителями у тебя не то, и с братьями, и сестрами не так. И детей ты неправильно воспитываешь. То есть это все будет использовано против вас, чтобы вас обосрать, понимаете? Еще что? Ну, по дьяволу. Человек подвержен всевозможным зависимостям. Да, вот какие у человека могут быть зависимости? Жадность. Вот это тоже пересуды, когда кости моет. А, что еще хотела сказать? Вот сплетничая, да? Тоже, допустим, у вас что-то выпытывает, расспрашивает. Потом это все знают ваши знакомые. То есть он дальше это может дальше все разносить. О других людях тоже сплетничает. В принципе, вот с такими людьми нужно быть осторожными. Когда вам люди рассказывают, какой-то человек вам рассказывает о ком-то другом, обсуждает его, сплетничает о нем. Знайте, что также с таким же успехом этот человек будет уже кому-то другому сплетничать и о вас. Вот так как сейчас он вам рассказывает о ком-то, обсуждает кого-то, вот так же этот человек будет вас обсуждать, но уже с другим человеком. Понимаете? Поэтому с такими людьми нужно быть осторожным. Это самый первый признак и показатель. Как только вам человек на кого-то, не то что жалуется, ну и жалуется тоже, обсуждает кого-то, вам, да, жалуется. Это сто процентов. С таким же успехом он и вас будет порайфинить, но уже кому-то другому. Это уже проверено сотни раз на своем личном опыте. Поэтому я стараюсь, вот когда мне начинают что-то вот про кого-то там порайфинить, я говорю, что не надо мне вот это рассказывать. Или я впредь уже с этим человеком не общаюсь, потому что я знаю, что так же она будет и меня порайфинить с таким же успехом. Вот такие люди. Так же и он тут. Он мог вам на кого-то жаловаться, сплетничать о ком-то, кого-то обсуждать. Да, вроде бы кажется, что это такой момент доверия, да, как будто бы вам человек доверяет, вам рассказывает. Но нет, дорогие, это очень такая хыбная, хыбная такая дорожка, скользкая дорожка. Это не про доверие. Это не про то, что вот вы такая особенная, человек с вами делится своими вот этими мыслями, нет. Тут идёт речь о порядочности. Тут идёт речь о том, что вот как легко ты можешь с другим человека порайфинить, какого-то незнакомого человека. Например, я этого человека не знаю, он его со мной обсуждает. Вот так же, то есть, речь идёт о невоспитанности, о каком-то вот отсутствии благородства, что ли. Так же легко он будет и тебя порайфинить. То есть, вот беспринципность – это речь не про доверие. Поэтому сразу кажется, это очень, знаете, вот такой момент, что, да, вот обманчивый, обманчивый. Кажется, ну, у нас такие доверительные отношения, что он вот только мне рассказывает, да, вот свои какие-то обиды, вот про этого какого-то человека он рассказывает. Видимо, это значит, он уважает моё мнение, ценит моё мнение. Ну, раз он мне рассказывает, да, это очень такой обманчивый момент. Это не про это. Это идёт о непорядочности человека. И так вот, по дьяволу, по дьяволу, значит, тут все недостатки и зависимости, которые могут быть у человека, вот у него и есть. И в сочетании с этими картами, ну, тут с этой картой паж мечей и дьявол, ну, это, конечно, человек, скажем, прямо говно, да, человек говно. Ну, то есть там ничего святого, ничего доброго на душе нету. Какое-то вот несчастное ходит, ходит несчастное, как бы кому-то подосрать, репутацию испортить, да, вот сплетни там разнести, человека отпарафинить, отомстить. Вот так вот он живёт. Вот такими категориями мыслит. Использовать. В ответ ничего не даёт, не отдаёт, да, вот нету такого взаимодействия. Нету, когда ты мне, я тебе. Нет, тут игра в одни ворота. Использовать человека по полной, выжать из него всё, что возможно. Но когда речь идёт о бодаче, разговор заходит о бодаче, он быстро находит какие-то оправдания и ещё умудрится тебя обвинить. Скажет, а я тебе что, обещал что-то? Я тебе ничего не обещал. Помочь тебе. Ну, слушай, у меня своих проблем хватает. У тебя есть родственники, друзья, вот к ним обращайся. Я тут при чём? То есть человек, вы сразу найдёт какие-то оправдания. И я же говорю, ещё вас обвинить в том плане, что что ты от меня вообще хочешь? Решай свои проблемы сама. То есть такой неприятный момент наступит, и как будто бы вам ещё станет стыдно за это, понимаете? Вам ещё станет стыдно, и, конечно, в следующий раз вы уже не будете просить его о помощи, потому что, ну, вот такой, да, момент, что вы себя чувствуете виноватый. Ну, действительно, вот, а что я вот, да, со своими проблемами? У человека свои проблемы, а я вот к нему ещё навязываюсь. Да, вот такое ощущение остаётся неприятное, как чувство вины, как будто бы я навязываюсь. Хотя, когда касается его, человек без зазрения совести навязывается вам, напрашивается. И его не останавливает тот факт, что у вас свои могут быть проблемы. Его это не останавливает. Но когда касается о том, чтобы другому помочь, он тут быстро выкрутится, ещё и умудрится обвинить человека. Человеку уже в следующий раз, ему будет неудобно даже обращаться. Будет, ну, подумает, ну, и правда, действительно. У меня есть родственники, друзья, что я к нему буду обращаться? У него там свои проблемы, понимаете, вот. То есть, дьявол такой, что... Что ещё? Давайте о нём ещё одну карту, третью. Что касается отношений, тоже тут может быть такое. Значит, вам может рассказывать о том, что, да, мужская природа полигамная. Это в природе мужчины заложено, что мужчина должен иметь несколько женщин, да, флиртовать. Это мужская природа. Но что касается вас лично, тут вы на свой счёт услышите очень много интересного о себе. Там будет уже разговоры, там, хахали, ага, а что-то у тебя там захахали. Вот так вот. Может быть, он промолчит, но он будет вам за это мстить. Если он где-то там увидит или узнает, что вы там где-то стояли, разговаривали с кем-то, он это увидит или узнает, или что вам, не дай бог, кто-то ещё какой-то знакомый звонит, мужчина, он будет вам мстить. Он может вам ничего и не сказать. Он может промолчать. Но он будет неделю, две недели вас изводить своим игнором. И при этом не объясняя причины. Вы можете в это время изводиться. Как так? Что произошло? Нормально общались, тут он пропал. А вот так вот наказывает, мстит. Женщина вышла. Ну да, любитель женщин, причём ярких именно. Женщины яркие, сексуальные. Может быть, она там, знаете, физической красоты. Может быть, у неё ни рожи, ни кожи, ни сиски, ни писки, как говорится. Но проявляет себя она довольно-таки открыто. Вот к таким женщинам он питает интерес. Рядом с ним только такие. Которые любительницы пофлиртовать. Которые открыты к сексу. Которые не закомплексованы. Которые при знакомстве могут уже рассказывать о своих сексуальных предпочтениях. Ему такие нравятся. Ему кажется, что это интересные личности. Она интересная, она свободная, она не закомплексованная. Да, может быть, она и не закомплексованная. Но, с другой стороны, ничего другого у неё нет. Вот это единственный её плюс. Что она может легко говорить о сексе. Также легко она может, собственно, и вступать в интимную связь. Опять же, ссылаясь на то, что я женщина свободная. Да, вот как такого типа женщины обычно говорят. Я женщина современная. И к чему вот эти все какие-то принципы, понятия, мораль какая-то. Современное время. 21 век на дворе. Я, если хочу секс, я не буду. Вот это вот как играть в недотропу. Я сама мужчину могу развести на секс. Да, вот как обычно такие женщины рассуждают. И, конечно, вот такого типа мужчин, именно вот такого типа мужчин, потому что, заметьте, здоровый, психологически здоровый мужчина, его это насторожит. Вот, он сечёт, он будет понимать, что, ну, раз ты такая вот открытая со мной, то, значит, ты и с другими такая же открытая, да, незакомплексованная, открытая к общению, к сексу, к интиму, вся такая вот свободная. Зачем мне это надо? Мне такая женщина рядом возле меня не нужна, заметьте. Да, может быть, он и переспит с ней, но это буквально на один раз он будет от неё, долго он с ней не задержится, потому что он понимает, что мне такая женщина рядом на постоянной основе не нужна, которая вот такая вот открытая к общению. А вот такого типажа Василий, он вот с такими и водится, которые слабенький на порядок, я кто кажут, знаете, своей пизде не хозяйка. Я надеюсь, мне вот это YouTube монетизацию не откручит, это будет запикать. Я переживаю только из-за монетизации. Вот с такими только и водятся, которые сговорчивые, да, там, за ними не нужно долго ухаживать, упрашивать, вот так вот. Вот на таких женщин он залипает и водится. Вот, в принципе, такие его и окружают по жизни. Ну, вот это то, что вкратце о нём. Так, ну и какое тут преступление могу сказать? Ну, опять же, пил, бил вас, врал, изменял. Эта карта говорит также о любовнице. Изменял вам. Вот такие и преступления против вас совершал. Вас обвинял в каких-то изменах, да. Обижал вас психологически, морально. Вот это вот всё, это и было в преступлении. Всё, что я тут, в принципе, рассказала. Так, что же его ожидает? Постараемся по-доброму, да, по-доброму. Ну, вот вам и пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. В принципе, смысл всех его отношений. Где-то там вот дезгрёб, там изъёб. Не чётко видно, да. Вот видите, парочка. Вот эта вот качелька на ветке дуба. Они на этой качельке, значит, развлекаются. То есть, неважно где. Где-то там на природе, в кустах. Вот так вот, да, по нижним чакрам. Вот так вот он и живёт, да. Такие женщины его и окружают. Там где-то в новой компании с кем-то познакомился, с новенькой. Алкоголь, всё, все дела. Все сопутствующие, да, и со всеми вытекающими последствиями. Он тут же может и с ней переспать. То есть, вот так вот. Открытые люди, понимаете? Люди открытые. Люди наслаждаются жизнью, живут. Правда, 21 век на дворе. К чему вот эти все морали, принципы, да? Надо жить и радоваться. Пока здоровье есть, как говорится. Пока хочется, пока можется и так далее. А вы вот принципиально и сидите, да? По 10 лет без секса. Это я о себе, кстати. Не обижайтесь, это я о себе. Я о себе. Всё, что я рассказываю, я о себе. Потому что это правда. Да, вот принципиально и сидят больше 10 лет без секса. А люди живут, наслаждаются своей жизнью. Берут от жизни всё. Сейчас подвернулся момент. Так чему там вот эти вот все мораль, принципы, да? Какая разница, что мы час назад только познакомились-то. Ради бога. Мы свободные люди, не закомплексованные. Император тоже мне император со своим этим жезлом. Ну вот, пожалуйста, император, а жезл его в виде... Ну вот, не видно. Жезл вот он держит, да? А жезл в виде мужского органа. Вот он со своим этим жезлом везде и таскается, да? Где, куда бы его присунуть. Какой-то вот как помешанный, я не знаю. Кто-то вот, знаете, со своим этим членом бегает. Не знаю, вот это вот, куда его присунуть. Ну, реально, как будто бы помешанно зациклен на своём половом органе. Ну, есть такие, да. Что тебя ожидает? Ну, покажите. Вот так. Рассказывает, хочет помириться с некой женщиной, которую он когда-то вот обесценивал, вёл с ней так, как будто бы вот она для него умерла, как будто бы её для него не существует. Игнорил её, не обращал на неё внимания. Вот так вот в тупую. Сейчас, значит, он про неё вспомнил. А что ты вдруг вспомнил? Она такая, потому что соблазнительная. Хочет с ней помириться вот так вот. Начать всё заново. Как мило. Начать всё заново, конечно. Но впоследствии всё равно тут будет вас дрессировать. Почему вас? О вас идёт речь, да. Впоследствии всё равно вот намотает волосы на кулак, поставит вас в позу зю на колени и будет вами командовать. Будет вас дрессировать, дрессировщик хренов. Ну, так что же тебя ожидает? Вот расскажите. Хотя, говорят, вот эта женщина, она действительно для него была послана судьбой. Ну, и вправду, настоящая любовь. У каждого человека встречается настоящая любовь. Только кто-то это ценит, хватается за это, да. А кто-то считает, ну, ради Бога. Будет другая, которая будет меня любить. Ну, нет. Другой такой уже не будет. И как будто бы вот вы должны были по судьбе, по судьбе вместе должны были быть. Плоды свои, дети. У вас дети свои должны были быть. Внуки. То есть вполне счастливая семья. Что тебя ожидает? Отшельник. За вот эти свои похождения, понимаете. Вот есть такое, что чем человек больше всего грешил на протяжении своей жизни. Ну, как грешил? Злоупотреблял, скажем так. Вот от этого он как бы и пострадает больше всего. И вот за вот эти вот показывают именно вот похождения. Похождения, секс, женщины. Человек останется в отшельниках. Тут прорисовка. Вот мужчина сидит в пещере. Свеча потухшая. Вот он смотрит на нее. Это свеча потухшая. Тут говорится о том, что человек оказался на обочине жизни. В одиночестве остался. Никто его не любит, никому он не нужен. Остался в одиночестве. И по этой карте идет импотенция. Вот так вот. Вот что его ожидает. То есть вот так вот. Для него будет ирония судьбы. Когда наступит вот эта импотенция у него. А ничего другого-то он и женщине не может дать, понимаете. Ничего другого на душе нет. Наполненности никакой нет. Вот пока вот работает, работает. Да, он вроде бы и красавчик. Но когда вот у него наступят проблемы с его потенцией, и все. И ты уже никому не нужен. То есть вот не всегда нужно делать ставки на секс. Секс не всегда. Это не самое важное в отношениях. Секс не самое важное в отношениях. В отношениях на первом месте стоит уважение. Когда люди на одной волне. У них общие интересы. Когда люди поддерживают друг друга. Такая вот духовная близость. Потому что это никогда не проходит. Если это есть, оно будет всегда. Оно не уходит. А все остальное страсти. Все, что связано с физическим удовольствием. Это же такое приходящее, уходящее. В конце концов, наше тело стареет. Уже мы не можем свои функции выполнять. Наши органы, вернее. Уже нам бы и хотелось бы, может быть, в возрасте чего-то получить какое-то удовольствие. Но наши органы, наше тело уже к этому не способны. И это нужно тоже уважать. Этот факт нужно уважать и к телу своему уважительно относиться. Но уже эти функции не работают. Все. Подумай о чем-то духовном. Вот такие люди. И женщины такие. Ой, я и в 70 лет секса хочу. Ну это же страшно. В 70 лет хотеть секса. Там уже ничего нет. Никаких не вы... Ну короче, чтобы не вдаваться в подробности. Ну какое можно получить удовольствие в 70 лет. Когда у тебя уже органы твои не функционируют. Ну там наверняка и удовольствия никакого нет. Ну короче. Вот так вот его и ожидает. Одиночество. Неудачник. Никому не нужен будет. Возможно, как вариант, знаете, со своей мамочкой будет жить. Да, семья, семья. С ломашей своей останется, будет с ней жить. Вот так вот. Женщина рядом возле него не будет. А он вот так вот будет сидеть, беситься, пить. Беситься он о том, что у него жизнь вот так вот сложилась. Будет обвинять свою судьбу. Кого-то обвинять, женщину обвинять. Потому что вот сзади, на фоне стоит пара. Он сидит, он бесится. Он бесится на эту женщину. Вот. Ну тут, как говорится, кто тебе доктор, да? Кто тебе не доктор. Все. Вас благодарю за просмотр. Вам всего хорошего. Пока. Продолжение следует.